Производственный комплекс Дедал, предприятие блока безопасности госкорпорации Росатом, является постоянным участником форума «Армия». И в этот раз на форуме «Армия» мы представили уже посложившиеся традиции, как новинки, так и хорошо зарекомендовавшие себя перед разными заказчиками серийно выпускаемые изделия. В этом году мы порадовали сразу и отраслевого заказчика, и зарубежного заказчика, и, естественно, наши силовые структуры. Я предлагаю знакомство с нашей экспозицией, начать именно с экспортной части нашей экспозиции. Но вначале, для того, чтобы передать эту энергетику этого мероприятия, которого так все долго ждали и готовились, включая научно-производственный комплекс Дедал, вы видите, какой замечательный у нас стенд, и какие классные изделия, с которыми мы сейчас пойдем и будем с вами знакомиться. Я предлагаю для передачи этой потрясающей энергетики еще раннее утро, ну вот, оператор, 360 градусов. Дайте, пожалуйста, анфиладу залов, чтобы все увидели, какой интерес у всех есть к новинкам, которые экспонируются здесь для разных заказчиков. И мы начинаем знакомство с экспозиции предприятия, которое входит в блок безопасности госкорпорации «Росатом», научно-производственный комплекс Дедал, именно с новинками, которые относятся к экспортному направлению, перспективному для нашего предприятия. Перед нами поставлена задача значительно нарастить, увеличить экспортный потенциал и экспортную выручку. И для реализации этой поставленной задачи в этом году мы впервые представляем два изделия, экспортные варианты наших изделий с такими красивыми названиями, как «Быстро развертываемый комплекс технических средств охраны Сапсану». Это его силовое название, а «Русвифт», «Русский стриж» – это название, которое идет на экспорт. Изделие совершенно новое, оно переработано концептуально, оно представлено на данной части экспозиции и состоит из, так как это быстро развертываемый комплекс заградительного типа, он имеет, естественно, в своем составе заграждение, которое вместе с сигнализационным вооружением, а также с оптико-электронным вооружением разворачивается двумя звеньями по три человека за время меньше чем восемь часов. И базовый вариант быстро развертываемого комплекса «Русвифт» – он протяженность имеет 200 метров, и он состоит также из заграждения, ворота и клитка. Помимо заграждения, которое вы видите здесь, еще имеется плоская АКЛ, которая позволяет нарастить высоту заградительной части этого комплекса до 2,3 метров. Я предлагаю продемонстрировать, как работает этот комплекс. Один из разработчиков комплекса, Харламов Вадим Александрович, сейчас покажет, как работает комплекс. Он попытается воздействовать на одно из средств, которые представлены здесь. Это инфракрасное средство обнаружения. Вы видите, что информация сработала и включилась по сигналу от этого инфракрасного датчика. Включилась видеокамера, которая также имеет в своем составе еще инфракрасную подсветку. Особенность комплекса заключается в том, что он быстро устанавливаемый, предназначен для охраны строящихся объектов, мобильных полевых лагерей. Исполнение у него минус 40, плюс 50, но с акцентом больше в плюс 50, потому что мы его, как экспортный вариант, изделие, которое хорошо себя зарекомендовало для силового заказчика, я уже упомянул комплекс АПСАН, так мы его, РУСВИФТ, переработали так, чтобы удовлетворить в первую очередь наших зарубежных заказчиков, которые представляют южные страны. Поэтому минус 40, плюс 50, с акцентом на плюс 50, я бы даже сказал, плюс 50, еще плюс. Соответственно, сигнационное вооружение, помимо инфракрасного датчика, который передает информацию о срабатывании по радиоканалу, вы уже, наверное, обратили внимание, что здесь также имеются аккумуляторные батареи. То есть комплекс получается автономный, необслуживаемый, радиоканальный. И кроме инфракрасного средства обнаружения, здесь также представлено радиолучевой средств, то есть комплекс, в состав которого входят технические средства, работающие на двух разных физических принципах. Видеокамера, которая также передает информацию по сигналу первого или второго, либо и первого, и второго, мы можем настраивать схемы, или передает информацию по радиоканалу. Как сработает средство обнаружения? Я сейчас пытаюсь воздействовать на заграждение. Вы видите, что по сигналу от инфракрасного датчика сработала видеокамера, и мы видим видеопоток, буквально в прямом эфире, живой поток, который передается на армоператора, где программное обеспечение разработано нашими программистами в операционной среде Windows, так как это у нас экспортный вариант. Отдельно также хотел обратить ваше внимание, что комплекс быстроразвертываемый, как сигнализационная оптика электронного вооружения, так и само заграждение, его есть возможность установить как в чистом поле, за счет анкеров, которые позволяют установить в грунт, так и на взлетно-посадочной полосе, либо, например, на асфальте, за счет применения пригрузов, которые также представлены здесь. Вот такой вот замечательный быстроразвертываемый комплекс технических средств охраны заградительного типа РУСВИФТ. Товарный знак также защищен в Федеральном институте промышленной собственности и принадлежит научно-производственному комплексу «Удидал». Какие же еще новинки представлены в этой части? Я бы отметил двухспектральную систему видеонаблюдения, которая называется КИВЕР-ДК. Эта система позволяет производить мониторинг, дистанционный мониторинг и контроль температуры потокового, причем поток в количестве людей может быть до 45 человек. Эта система установлена на входе в госкорпорацию «Русатом» и установлена также у нас на проходной научно-производственный комплекс «Удидал» и комплексирована с системой контроля управления доступом. Вот мы видим, сейчас сотрудники идут на работу. Потоково мы меряем их температуру. Кроме этого, также система видеоидентификации. Проверяем, идет бесконтактный, дистанционный контроль с идентификацией лиц, имеющихся в базе данных. И если температура тела превышена, либо лица нет в базе данных, происходит что? Происходит блокирование этого человека в шлюзовом турникете, о котором мы с вами еще поговорим, кстати. Вот такая замечательная система КИВЕР-ДК, двухспектральная система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц и дистанционным измерением температуры. На нее несколько дней назад мы получили сертификат ГОСТ-Р. Таким образом, это разработка, которая позволит решить вопрос дистанционного контроля температуры как автономно, так и в составе комплексов или систем контроля управления доступом. Кроме этого, также на этом стенде, на этой части стенда, представлены изделия, которые хорошо себя зарекомендовали у разных заказчиков. Это автономный пост технического наблюдения ГРИНАДЕР и входящий в его состав двухспектральная система видеонаблюдения КИВЕР, которая комплексирована с радиолокационной станцией и с точечными маскируемыми средствами обнаружения. Какие же новинки в уже хорошо зарекомендовавшем себя изделии мы предлагаем нашему силовому заказчику? Мы же с вами уже говорили, что мы попытались удовлетворить пожелания разных заказчиков. Так вот, для этой категории заказчиков мы проработали и реализовали идею, которую мы вместе вынашивали в течение достаточно длительного времени по комплексированию автономного поста технического наблюдения беспилотным летательным аппаратом для доразведки местности. Представляете, вот в чистом поле установлены маскируемые точечные средства обнаружения, например, сейсмические точечные, либо распределенные магнитометрические производства ДИДАЛ, и по сигналу от средства обнаружения, по радиоканалу информация передается и на автономном посту технического наблюдения, двухспектральной системе видеонаблюдения, поворачивается в сторону, откуда пошел сигнал тревоги, где установлено средство обнаружения. А что же делать, когда средство обнаружения находится далеко или в тех районах, участках, где нет возможности использовать, применить оптико-электронные средства? Вот для доразведки мы предлагаем воспользоваться беспилотным летательным аппаратом, который по сигналу от средства обнаружения взлетает в автоматическом режиме, производит патрулирование до разведки местности, и после того, как нарушитель уже попадает в зону действия двухспектральной системы видеонаблюдения КИВЕР в составе комплекса АПТН Гринадер, уже оператор видит и он понимает, какая цель, а с помощью встроенной видеоаналитики, которая ему помогает идентифицировать эту цель, правильно? То есть он может сказать, нарушитель это либо транспортное средство. Кроме этого, в этом году мы также отработали работу двухспектральной системы видеонаблюдения КИВЕР по беспилотным летательным аппаратам, причем, я бы сказал, даже любительского класса. Мы обнаружили в сложных метеоусловиях аппарат на расстоянии полтора километра. Это, в общем, хорошие характеристики, учитывая то, что сама система КИВЕР, она разрабатывалась и в модели угроз тогда не было еще БПЛА, но за счет потенциала, который заложен, высокого потенциала разработок, которые заложены в состав двухспектральной системы видеонаблюдения, мы сейчас можем решить в том числе и эту задачу, используя данный инструмент. Ну что, интересно? Продолжаем работать тогда? Отлично. Давайте двигаемся от экспортной части нашего стенда в сторону изделий, которые мы разработали, доработали и впервые представляем здесь для нашего отраслевого заказчика, для объектов использования атомной энергии, для атомных станций. Это изделие представлено впервые. Это на самом деле изделие, общие изделия группы компаний Блока безопасности Госкорпорации Росатом. И называется это изделие полноростовой шлюзовой турникет Татанка. Что такое Татанка? Знаете, что такое Татанка? Давайте я вам расскажу, что такое Татанка. Татанка это так называли североамериканские индейцы. Буйвол или бизон? Буйвол, наверное, да? Вот такой товарный знак также был нами защищен. И модельный ряд полноростовых шлюзовых турникетов называется Татанка. Татанка еще с языка индейцев переводится как мощный, большой. Ну и посмотрите теперь внимательно на это изделие. Но оно же внушает уважение с точки зрения не только тех решений, которые там заложено, но и теми характеристиками, которые уже подтверждены в результате испытания. Какие мы испытания успели провести? Некоторое время назад мы получили очень важный для нас сертификат в технической академии Росатом. Этот сертификат позволяет нам поставлять данное изделие на объекты использования энергии. А теперь давайте внимательно посмотрим на изделие и попробуем показать, как работает все изделие как комплекс. Смотрите, значит, так как это совместный продукт нескольких предприятий блока безопасности, госкорпорации Росатом, то я расскажу, какие изделия сюда входят. Вот совместный продукт полноростовой шлюзовой турникет Татанка. Во-первых, это обнаружитель взрывчатых веществ, производство питерской фирмы Яфи. Во-вторых, это сам шлюзовой турникет, я имею в виду в первую очередь железоконтроллер, весовая платформа, производство компании Дидал, которая также входит в блок безопасности госкорпорации Росатом. Естественно, мозги. Они не просто мозги, они еще и мозги в прямом смысле умные. То есть мы интеллектуализировали этот комплекс, за счет чего мы сейчас увидим. Значит, дальше что еще? Весовая платформа, радиочастота идентификация. Кроме этого, сюда также могут быть установлены биометрические считыватели по отпечатку пальцев, по венам ладони. Дальше смотрим, что находится в камере. Кроме обнаружителя взрывчатых веществ, в компании Яфи находится еще видеотерминал, который позволяет проводить видеоидентификацию из базы данных по лицам и встроенный датчик температуры. Опять же, возвращаемся к вопросу измерения температуры. То есть на данном состоянии представлены сразу три решения. Это второе, как и уже третье, но узнаем чуть позже. Если вы останетесь дольше с нами, то вы узнаете еще много чего интересного. Итак, я предлагаю посмотреть, как работает весь комплекс. И мы попросим одного из разработчиков этого изделия, Гогина Игоря Александровича, продемонстрировать работу этого изделия. Ну, исходя из того, что я перечислил, последовательность вам понятна. Я просто попробую прокомментировать голосом. Итак, он прикладывает карточку, срабатывает радиочастотная идентификация. Весовая платформа взвешивает, тот ли товарищ этот. Не перебрал он вес лишнего после двух месяцев бездействия коронавируса. Он прикладывает палец. Если он чистый, то есть у него не было контакта с взрывчатым веществом. И видеотерминал определяет, что его лицо в базе данных, ему измеряется температура. Если все нормально, он проходит. Он выходит из шлюзовой кабины. А что если нет? Если один из этих параметров не соответствует, то происходит блокирование в шлюзовом турникете. Отсюда и название. Полноростовой шлюзовой турникет. И, наверное, вы уже обратили внимание, что же за такое дизайнерское исполнение, и как это работает, для чего это нужно. Демонстрируем. Это на самом деле бюджетный вариант измерителя температуры, который представляет компания DEDAL. Это наша разработка, которая никуда не интегрируется. Но за счет человека машинного интерфейса, который мы сейчас увидим, как он работает, для чего он нужен, можно его разместить на любом турникете, металлообнаружителе, комбинированном приборе, в любом стене, да, в комнате, снаружи комнаты охраны, для того, чтобы охранник визуально и по звуковому каналу убедился в том, что тот человек, который проходит на объект, у него нормальная температура. Смотрим. Это значит что? То, что у меня температура нормальная. А что будет, если температура превышена? Давайте посмотрим. То есть это измеритель температуры в бюджетном варианте. Эта подушка, она горячая сейчас. Я аккуратно попытаюсь ее поднести. Вы слышите недовольное дыхание этой маски, и охранник также это слышит, и принимает решение, что тот человек, который сейчас находится возле этого прибора, у него превышена температура. Он, соответственно, делает выводы и не пускает этого человека. Еще раз, бюджетный измеритель температуры. Более подробную информацию о системе контроля управления доступа, а также о средствах и системах контроля проноса, провоза запрещенных материалов и веществ вы можете увидеть на нашем сайте. Ссылка где-то вот здесь будет, или тут, а может вот здесь будет. dedal.ru, наш сайт. Смотрите наши каналы на YouTube, в социальных сетях. Много всего интересного, в том числе с форума «Армия». Продолжаем. Да, кстати, если заказчик необычный, а заказчик хочет еще что-то, например, алкорамку, или он хочет еще какой-нибудь прибор, например, систему радиационного мониторинга, производство также предприятия, госкорпорации, Росатома, научно-исследовательский институт, автоматики имени Духова, нет проблем. Воспользовавшись инструментом, который также разработала наша компания, так называемый 3D-калькулятор, он может подобрать, вот давайте я сейчас выберу просто для вас комплектацию, где вот так вот, проставляя галочки, выбирая требуемые элементы, вы видите, что нафигные материалы появляются, и решает выводиться на печать, и самое главное, что мы можем еще выводиться на печать не просто, с ценами, и довольный заказчик, какую бы структуру он ни представлял, он понимает общую комплектацию, которую он сам для себя выбрал, он видит приблизительную стоимость этого комплекса по спецификации, которая ему нужна для решения, важной для него задачи, кроме этого, он также еще может выбрать дизайнерское исполнение, отдельно в этом году мы занимаемся, начали заниматься вопросами, связанными с дизайном наших изделий, и несколько вариантов даже по дизайну, какие могут быть шлюзовые турникеты, здесь представлен в данном случае в живом виде турникет в стиле милитари, который прошел помимо сертификации в технической академии Росатома, он еще и принят на снабжение вооруженных сил Российской Федерации, поэтому он имеет такой внушительный, серьезный вид, потому что он выдерживает даже ударную волну, правильно, вот, ну, одним словом, Татанка, Буйвол, Бизон, сила, мощь, красота, ну и цена этого изделия также приятно вас удивит, в общем, данным калькулятором через какое-то время можно будет воспользоваться на нашем сайте, также вы можете позвонить по телефонам и заказать нужную для вас комплектацию, это, например, для силовых структур, такое дизайнерское исполнение, ротор в виде звезды, для объектов использования атомной энергии, атомной станции, мы предлагаем ротор в виде, ну, соответственно, концептуально в виде атома, атомной модели, да, очень, мне кажется, оригинальное дизайнерское исполнение. Итак, двигаемся дальше, обращаю ваше внимание о том, что несколько недель назад мы стали резидентами военного технополиса Р, который находится в городе Анапа, с проектом, который называется «Эшелонированная система активной защиты акваторий», и, если вы увидите, то не случайно здесь два герба и военно-морской флаг, который будет являться одним из основных заказчиков результатов проработки проекта под названием «Эшелонированная система активной защиты акватории». И в продолжении знакомства с нашей экспозицией мы сейчас с вами поговорим о новом направлении, которое может найти применение не только в образовательных целях, но также может найти применение и по всем изделиям, которые мы с вами уже рассмотрели с точки зрения обучения их работы тем, кто будет эксплуатировать, правильно? Поэтому, рассмотрев или подойдя к этому вопросу шире, мы придумали такое название, как гибридный электронно-обучающий комплекс. Так, гибридный электронно-обучающий комплекс, что же это такое? Давайте посмотрим. Но уже из названия понятно, что что-то здесь гибридное, а гибридное здесь следующее. Здесь представлены элементы архитектурно-промышленных макетов, распечатанных в нашей лаборатории на наших 3D-принтерах. Помимо этих элементов архитектурно-промышленного макета, мы также подготовили библиотеку цифровых подложек для демонстрации работы сложных технических систем разных заказчиков. Соответственно, имея цифровую подложку и элементы архитектурно-промышленных макетов, мы их, соответственно, комплексировав, получаем электронно-обучающий комплекс, который может найти применение не только для вау-эффектов, для презентации каких-то решений разным заказчикам, но и для внедрения в учебный процесс. И на наш взгляд, это уже доказано по результатам работы с разными заказчиками, внедрение вот таких электронных обучающих комплексов гибридных должно значительно повысить вовлеченность и качество, и эффективность обучения о работе сложных технических систем. По тому, что представлено на данном слайде, а это не просто, кстати, слайд, это 3D-модель, и она живая, это цифровая копия модель системы физической защиты условного объекта. Здесь информация открыта, здесь нет никакой ни коммерческой, ни другой тайны. Я просто прошу нажать на кнопку и показать, сделать облет данной системы одного из разработчиков концепции гибридного электронного обучающего курса Владимирова Дмитрия Львовича. Пожалуйста, первую очередь делаем облет. Сначала объекта АЭС, мы сейчас до нее, до кнопки дотянемся. Вот такая вот цифровая модель системы физической защиты. Естественно, вы можете подлететь, залететь на любой элемент этого, и, соответственно, часть элементов представлены на цифровой подложке для прогонки разных сценариев. А какие могут быть сценарии? Для нас, тех, кто занимается системами физической защиты, сценарием могут быть, например, проникновения на объекты страны акватории. Таким образом, используя разные подходы, мы можем разному заказчику интегрировать еще вот эти решения в области электронных обучающих комплексов. Куда? В создающиеся комплексы, правильно? Тем самым заказчик будет уверен, что мы, кроме того, что поставим сложное техническое решение в систему, он еще будет гарантирован, гарантирован, что, использовав элементы электронного обучающего комплекса, даже гибридного, в состав которого входит электронное учебное пособие, он будет уверен, что его эксплуатирующий персонал также не только будет обучен, даже в нашем центре, но будет иметь возможность постоянно держать себя в форме, постоянно повышать уровень знаний, а также наращивать возможности этой системы, либо участвовать в разработке других систем, в основе которых уже совершенно понятно лежат цифровые платформы.